Это памятник архитектуры регионального значения. Больше века назад торговый склад барнаульского купца Михаила Страхова. В пожаре 1917 года это здание пострадало, то есть оно горело и, видимо, было в 1920-е годы восстановлено, потому что уже в 1928 году в нем разместился барнаульский канифольно-скипидарный, потом канифольно-терпентинный завод. Насколько мне известно, в этом здании был химический цех. После банкротства канифольного завода собственником имущества стала Барнаульская частная организация. В нулевых фасад здания обшили сайдингом. По устным рассказам чиновники попросили частника заделать неприглядную стену. Так выглядело это здание на протяжении 15 лет. Общественники обратили внимание на памятник в 2019 году и обратились в Алтай охранкультуру. Начался процесс борьбы между чиновниками Алтая охранкультуры и фирмой «Аланко». Он был осложнен вот чем. В реестре памятников объектов культурного наследия это здание записано как жилой дом. И вот возникает вопрос, а вот есть жилой дом в реестре, и перед нами вот это здание. И как его, допустим, реставрировать? То есть сделать из склада жилой дом, но это же нереально. Несколько дней назад сайдинг со стены все же сняли. Лично я бы хотел, чтобы все-таки здание действительно отреставрировали, привели в исторический вид. По науке отреставрировать. То есть не просто, знаете, там, а сейчас поштукатурим, покрасим и все, вот вам реставрация. Нет, так не надо делать. Надо с использованием научных методов, исторических методов, современных методов реставрации у нас такие примеры есть. По мнению эксперта, перспективы есть. Однако, пока не найдены фотографии здания до пожара 1917 года, восстановление возможно только до уровня канифольного завода. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком.